Но одним словом, мы через эту форму, получается, признаем, что у нас было гражданство СССР, что мы от него отказались как бы сами, и сами добровольно пришли и сказали, Российская Федерация родная, прими на свои объятия, понимаешь? Управляй здесь всем, забирай все наши земли, ресурсы, финансы, недород, все достояния, все богатства, бери, нам ничего не надо. Какие у вас успехи? Грандиозные. Мы практически победили систему. Это аферт на акцентных отношениях. Да, все является афертой. Поиграть с ней в определенную игру. Они смотрят, все принял, это наш, сейчас будем его стричь, брить и так далее. И когда ты это понял, она не может с тобой сделать ничего. Я даже книгу жалобам не могу дать, вы не в моей юрисдикции. Кто вас полномочиями наделил? Ну и все, и система зависла. И если ты не делаешь ей ни одного акцепта, она с тобой сделать ничего не сможет. Вот намордниками, жижами, кодами все то же самое работает. А суд говорит, а я ничего не могу сделать, вы акцептовали. Понимаешь, какой бред? Они пытаются оспорить то, чего нет. Обман настолько прост, явен и очевиден, что это тоже аферка, это тоже форма определенного договора, контракта. У нас родина не прописана, как будто ее никогда не существовало. У них нет страны, у них украли. Не просто страну, а родину. Землю из-под ног забрали. Землю. И вы сами от всего отказались. Что вы можете требовать-то? Как мигранты, понаехавшие. Хорошо, я возьму вашу форму 1П и в этой форме напишу, что не по доброй воле все это было с нами сделано, а по обману и принуждению. Они как огня этого боятся. И прям сверху написала СССР. И этих людей становится все больше и больше. То есть люди возвращают родину. Советский народ снова проявился в правовом поле. Советский человек-хозяин. Один в один. Вот криминальный талант называется. Вот сейчас это в масштабе всей страны происходит. Задача этой мафии просто поменять вывеску. Обман основной, он уже все, разоблачен, он весь виден. И понятно, что делать. Готовьтесь, в декабре будете отвечать до развала СССР. Привет, запись стартовал. Рассказывай, какие у вас успехи. Где вы там находитесь? В Новосибирске? Очень плохо слышно. Давай попробуем пересозвониться. Звук очень важен. Так, ну давай разговаривать. Что там у тебя происходит? Какие успехи? Грандиозные. Мы практически победили систему. Только надо сейчас, чтобы все массово присоединялись к тем действиям, которые совершаем мы, Антон. Народ бьется, вот как рыба об лед. В трех соснах блуждает. А на самом деле система проста до безобразия. И победить ее очень просто, если действовать массово и действовать в правовом поле и совершать именно юридически значимые действия. То есть то, что она сама признает. Понимаешь? Вот то, что делаю я. Я когда разобралась, как работает эта система, сама суть ее в чем состоит. Ты вот понимаешь, что главное в этой системе? Как она нашими руками все делает? Понимаешь? Понял? Разобрался? Я тебя спросила, ты разобрался вот в главном механизме работы системы, через который она нас обманывает и имеет, как хочет? Через паспорт? Ты разобрался? Через паспорт, через форму 1П? Нет, нет, нет. Я имею в виду, Антон, не средства, которые она использует конкретные, да? А вот глобальный принцип ее работы. Вот это афертно-акцептных отношений. В этом ты разобрался? Да, все является афертой. Вот, все, что нам эта торговая матрица выставляет, это все аферта. Простая эта система до безобразия. Победить ее легко, просто по щелчку можно одного пальца, вот как это делаю я. Но почему-то очень тяжело до людей доходят простые вещи. Я вот про эти афертно-акцептные отношения рассказываю уже не первый год. Записала уже несколько роликов, да, коротких, понятных. Вот мне кажется, они настолько простые и понятные. Но я вижу, что только сейчас, через два года до людей доходит эта информация. Почему-то она доходит очень тяжело и долго. То есть суть системы в чем торговые отношения? Она приходит, делает тебе предложения, да, поиграет с ней в определенную игру. Берет с тебя согласие, молчание, она расстреляет как согласие, действие твое по твоим действиям, вот эти конклюдентные, да, так называемые. То есть ты оплату произвел, ты, допустим, полицейский себе сказал, пройдемте вот в эту комнату, да, или пройдемте со мной, да, или судья тебе говорит, встаньте, сядьте, и ты исполняешь. Вот через эти действия ты принимаешь, акцептируешь аферту. Они смотрят, все принял, это наш, сейчас будем его стричь, брить и так далее. И через подписи согласия, я давно уже думала, для чего они на каждом углу с нас эти подписи согласия, каждый химчистка, огромный договор, и везде вот эти условия, что ты даешь им право на обработку, на передачу, трансграничную, ну, сам в курсе, да, на обезвлечивание, на блокировку, на уничтожение. Я говорю, думала, вот давно уже задумалась, зачем это все. А оказывается, вот через все это мы даем системе согласия, делает с нами все, что она пожелает. И когда ты это понял, она не может с тобой сделать ничего, если ты ей не делаешь акцепта. Понимаешь, Антон, почему меня не смогли оформить в изолятор? Почему в изоляторе у меня не смогли отнять ни вещи, ни телефона? Вот ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то в изоляторе видео снимал? Видел? Нет, не видел. Вот, а я оставила себе вещи, я оставила себе телефон, я сняла не просто изолятор, я сняла, ну, как он, начальник, он или кто, он там, дитты вот этот, да, руководитель. Он сам там бегал, я говорю, книгу жалоб мне сюда. Он ее принес и стоял в руках, держал. Видел ты это видео, наверное, да? Я вам ее не отдам, говорит. Ой, вы в юрисдикции отдела полиции, вы не в моей юрисдикции, представляешь? Я говорю, да-да, я понимаю, что я не в вашей юрисдикции, а я ночью еще потребовала у них. Дайте мне документы, на основании которых вы меня здесь держите. А они мне ничего предъявить не могут, они мне показывают документы из-за дела полиции о моем там протоколу доставления, задержания и так далее. А у нас ничего нет, я говорю, а на каком основании тогда вы меня держите? А он потом пришел и говорит, я даже книгу жалоб вам не могу дать, вы не в моей юрисдикции. Я говорю, это меня не волнует, я физически нахожусь здесь, поэтому вы мне дадите эту книгу, либо отказывайте мне под видеозапись. Как он там, конечно, протестовался, потом удалить эту запись, я говорю, нет, я ее не удалю. Да вас ко мне обратно после суда привезут, да вы до пенсии у меня сидеть здесь будете, да я на вас еще один протокол, два протокола, я такая смотрю на него, думаю, что несет человек, я не в его юрисдикции, какие-то протоколы, что ты мне угрожаешь вообще, ты кто? А он там пытался из себя корчить. Подожди, Лен, тут надо правильно донести главные принципы вот этих акцептно-офертных отношений. Если тебе надо конкретные примеры показывать, все через практику. То есть, вот смотри, вот мне недавно написали комментарий под видео, человек пишет, когда судья вам что-то предлагает, сесть, стать, отвечать, он предлагает вам заключить с ним контракт, на каждое его предложение или вопрос надо спросить, кому вы обращаетесь, и спросить, вы предлагаете мне заключить контракт, и дальше пишет, выписку, видать, из истории, «М.Стюарт была взята под стражу в зал суда, уже выходя из него за то, что судья ей вдогонку сказал, уважайте суд и вытащите зубочистку из зубов, и она это автоматически сделала, и судья приказал ее арестовать, так как контракт был устно принят». Понимаешь? Ничего не мог не сделать. Да, я-то понимаю. А согласившись с любых их предложением, получается, это акцепт. Да, да. Вот. А когда ты правильно себя ведешь, вот почему меня в изоляторе не обыскать, не смогли ни вещи отнять, когда это пришла, которая должна была меня обыскивать, я говорю, будьте у любезны, удостоверение предъявите, она обязана же это сделать, она показывает мне удостоверение. Я говорю, вы госструктура? Как я со всеми, я со всеми одинаково общаюсь. Я говорю, вы госструктура? Она говорит, да, я говорю, госструктура. Я говорю, подождите, а тогда почему у вас печать не по госту? Почему у вас отсутствуют признаки государства в вашем удостоверении? Почему это не государственного образца удостоверение? И почему печать не государственного образца? Почему у вас вообще отсутствуют какие-то признаки государственности в данном документе? Она сказать ничего не может. Я говорю, вот из вашего документа я сделаю вывод, что вы просто юридическое какое-то, видимо, лицо или кто-то, но определить невозможно по вашему документу. Но то, что вы не госструктура, это точно. Поэтому вы мне еще должны подтвердить свои полномочия. Я должна увидеть рамки ваших полномочий, кто вас полномочиями наделил. Ну и все, и система зависла, Антон. Она меня толкнула в эту камеру, в бетонный мешок 2х2 со злости, потому что сделать ничего не могла. И закрыла там все. Это все, что она смогла сделать. Понимаешь? Не отнять у меня, не обыскать, не телефона изъять. Ничего. Все. Я вот просто многие, ну некоторые, я так вижу в окружении своего, некоторые понимают, что если система видит, что ты понимаешь, как она устроена, и если ты грамотно с ней общаешься, и если ты не делаешь ей ни одного акцепта, если ты стоишь, что называется, как скала, она с тобой сделать ничего не сможет. Вот как она меня, она меня не может сломать, потому что я действую по ее правилам, да, я действую как бы в рамках ваших вот этих вот всех игрищ, но я действую правильно и грамотно, и если вы ко мне что-то предъявляете, вы мне обязаны предоставить документальное подтверждение ваших полномочий. То же самое вот, настолько это все просто, Антон, ну меня поражает, когда людей это тяжело доходит. С теми же самыми намордниками, с жижами, кодами, все то же самое работает. Я первое, что сделала, когда начались эти намордники, да, я отправила губернатору, раз вы ссылаетесь на его постановление, хорошо, будем работать в этих рамках, я посылаю губернатору письменное требование предоставить мне данное постановление в виде документа, должным образом заверенного, чтобы я видела, кто на себя взял за это ответственность, что она взята, эта ответственность, что он действительно что-то подписал и взял ответственность на себя. И потребовала встречи с ним. В курсе, да, что он мне ответил? Нет, расскажи. Он мне назначил встречу с министром торговли и предпринимательства развития Гончаровым. Вообще непонятно. Я, кстати, требовала еще по поводу устава, который они не дают, отсылая в интернет. Заверено. Мне же не нужно в виде документа. Я с вами общаюсь. Системе нужно четко отдать понятие. Я с вами общаюсь только на уровне законно созданных, законным образом заверенных уполномоченными лицами документов. Если вы предъявить мне их не можете, все, вы свободны, идите, отдыхайте. И получается, что он от нас бегает, этот Равников. Мы однажды поймали его на площади. Подожди, 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 Лен, отклоняешься от темы, давай вот по маскам. Я не отклоняюсь от темы, подожди. Мы просто подошли к нему и пытались с ним поговорить. Они просто головами махали и убежали от нас. Вот он поступил точно так же в этот раз. Он отправил меня к какому-то Гончарову непонятно зачем по поводу масочного постановления. Понимаешь, какой абсурд. И он мне приложил документ. Ну, он или кто-то, исполнитель, я уж не помню фамилию. Не документ, а бумажку вот эту. Капслоком написано Травников. Ни подписи, ни печати, нет ничего. То есть мне прислали оферту, никем не подписанную. Документа нет. То есть никто ничего, никакой ответственности на себя не взял. Понимаешь, почему-то до людей это не доходит. Они бегут в суд. Они пытаются подать на губернатора. Они пытаются что-то оспорить. Подписи собирают. Понимаешь, какой бред. Они пытаются оспорить то, чего нет. Вот это самая главная фишка системы, которая цепляет людей. И никак почему-то люди не могут отпустить, осознать вот этот главный момент. Что если нет документов законных, должным образом созданных, изданных, заверенных, то и значит ничего нет. Что вы можете оспорить? В суд там нужно идти с документом. Понимаешь? Так люди идут с документами в суд. Они идут со своим акцептом. Они тем самым подтверждают, что мы акцепт... Подожди, подожди, подожди. Они приходят и говорят, мы акцептовали эту оферту, но мы её опротестовываем. А суд говорит, а я ничего не могу сделать, вы акцептовали. Дурдо. Да, ты это понимаешь. Почему-то до масс это доходит очень тяжело и очень долго почему-то. Но это психологический такой момент, это, видимо, какой-то затык в сознании. Я не знаю, у людей специально, видимо, людей так выдрессировывали, воспитывали, что не может сознание человека принять, что обман настолько прост, явен и очевиден, что люди, им кажется, ну как, мы сейчас соберём бумаги, подписи, ну вот как они привыкли действовать. Какой-то губернатор, про него столько много говорили. Он же властью обладает, он же самый главный, как и президент. Но никто не задумывается, а кто наделил его губернатора полномочиями, а кто наделил президента полномочиями. А никто не наделял, понимаешь? Они просто актёры в этом театре, которые играют спектакль и создают у людей иллюзию, что они обладают какой-то реальной властью. Они её не обладают, понимаешь? И почему-то вот до людей такая простая вещь очень тяжело и долго доходит. Вот, по афертам тебе понятно, ты, я вижу, разобрался. Вот, главное сейчас попробовать донести это до масс, до масс, чтобы массы это поняли. И начали действовать правильно. Ведь они же, как только что-то им там скинут, ай, коды, кошмар, ай, сейчас детей будут колоть, да? Ой, давайте срочно подписи собирать. И люди не понимают, что этими подписями они как раз-таки и принимают, акцептируют эту аферту, вот этот обман. Им кинули аферты, афёры, это же коренные слова. Им бросили афёры, говорят, и смотрят, поверят дурачки или не поверят. Опять поверили, ура, ура, ручки потирают, сейчас будем сливки снимать, стричь баранов. И стригут. Вот настолько просто всё, элементарно, банально. У меня сейчас похожая ситуация, как у тебя. Вот я отправил журналистские затрепы информации по поводу, если там же, как в статье 20.6.1 написано, на территории, где существует угроза возникновения ЧАЭС. Вот я в администрацию направил бы этот журналистский затреп с вопросами конкретными, есть ли угроза ЧАЭС на территории города Сургут. И они мне прислали, и затребовал документы, основания, протоколы заседания комиссии по ЧАЭС, они мне ничего не прислали, прислали бумажку, где, в принципе, не ответили ни на один вопрос. То есть, они дали понять, что у них нет никаких оснований, и они и не подтвердили, и не опровергли существование угрозы ЧАЭС. Я им сейчас повторно это отправил, журналистские затрепы, и дальше будем, я не знаю. То есть, они теряются, они не знают, что это ответить. Потому что, что бы они ни ответили, они влезли. Потому что их не существует, Антон, у них документов не существует, и полномочий у них нет, эти документы, и вводить все эти режимы у них полномочий нет. А люди никак этого понять не могут. А вся власть у нас в наших руках, в руках людей. И вот нужно, чтобы сейчас вот этот дееспособный народ, осознавший, что происходит, осознавший реальность, что называется, вышедший из матрицы, чтобы этот народ объединился и начал совершать юридически значимые действия по изменению всей системы. Вот давай сейчас перейдём тогда к этим конкретным шагам по изменению системы. Я ещё знаю, у тебя там статус немножко другой, у тебя там форма 1П определённым образом заполнена. Да, да, вот давай я тебе сейчас расскажу про эту эпопею нашу с формой 1П. Когда люди сейчас массово-то пошли по поводу этих форм, они убрали, во-первых, по новому регламенту, названия у этой формы нет. То есть там ни форма 1, ни форма 1П, вообще ничего. Но осталась она в том же самом виде, как и была вот эта 1П у них. Только название убрали. Всё остальное осталось прежним. Естественно, когда я осознала весь масштаб вот этого обмана, я подумала и начала искать выход, а как же юридически-то атаков-то этих избавиться. И поняла, что, ну правильно ты сказала, да, что вошли вот в последний круг, что называется, вот эта матрица нас ввела, да, у нас ТССР был сначала, водили нас в корпорации последние по 1977 году, по кругу нас там водили и грабили. То так же обманывали, та же управляйка-торговайка, вот эта последняя ССР. А потом и рефия, да, и вводят нас, правильно, через вот эти формы форма 1 и форма 1П. Естественно, нам ничего не объясняя, что это тоже оферты, это тоже форма определенного договора, контракта, да, со скрытыми от нас условиями. То есть нам никто не объясняет, что это контракт, что это договор, что это доверительное управление, что это система определенных корпоративных отношений, отношений, как система работает, никто не объясняет. Просто приходите и машинально, да, пишите по нашим образцам, под нашу диктовку. Вот. И по этой форме 1П она очень хитро составлена. Там вот два основных момента, через которые мы отказались от своего советского наследия, от всего советского достояния и от всей советской родины целиком. Она составлена так, и наши аутсвайсы заполнены так, что у нас родина не прописана, как будто ее никогда не существовало. Вот кого не спросишь, мы просто с людьми общаемся, в ЗАГСе сидим, ну, сторонние люди какие-то, или в паспортном столе, начнем разговаривать. Я говорю, а вы не задумывались, почему у вас в паспорте не стоит страна, государство, республика рождения вашего? Как не стоит? Стоит. Вот все уверены, потому что сколько спрашивала, стоит. Я говорю, ой, покажите, как интересно, мы ни разу не видели. Копается, достает и глаза округляет, понимаешь? Вот люди живут в полной уверенности, что все у них в порядке, и вдруг прозрение. У них нет страны, у них украли страну целиком, а они 30 лет этого не видели, и только сейчас глаза у них открываются. Не просто страну, а родину. Родину, землю из-под ног забрали. Землю, достояние, я же говорю, достояние, ресурсы, финансы, управление, власть, вот все, что наши предки там отвоевали, у нас все через эту легкую, простую махинацию, используя просто наше неведение, непонимание того, что происходит, то, что мы привыкли доверять, это же наши там паспортисты-то сидят, ну, разве могут они вот, да, мы же не могли представить, что они нас могут вот так вот обманывать, в наглую, вот так, открыто. Люди верят и доверяют, и мы доверяли. Я три года назад точно так же не обращала на это внимания, все подписывала, не глядя. Вот, и смотри, получается, что мы приходим, да, в определенный момент, нам дают эту форму 1П, и мы подписываем ее, как мигранты, понаехавшие. Мало того, что мигранты понаехавшие, это еще непонятно откуда, с луны свалившиеся, непонятно откуда мы сюда понаехали, вот какие-то сумасшедшие понаехали, что-то бегают, требуют, просят, надоели уже. Чиновники отпинывают и не понимают вообще, кто такие и что им надо. Вот такая ситуация абсурдная. А обман-то очень простой. Мы подписываем эту форму 1П, где не прописываем сами, не прописываем страну своего рождения, страну, государство, республику, мы не прописываем, потому что там не предусмотрено все это. И есть два пункта, состояли ранее в военном гражданстве и основание приобретения гражданства РФ. Причем они ставили как будто его сами. Раньше я не помню, что я писала, и другие, наверное, тоже не помнят. Основание приобретения гражданства РФ. По чужим формам я видела, они туда вписывают куда-то закон 1991 года РСФСР, куда-то закон 2002 года на основание приобретения этого гражданства. Я не знаю, что там у меня было. Но одним словом, мы через эту форму, получается, признаем, что у нас было гражданство СССР, что мы от него отказались как бы сами. И сами добровольно пришли и сказали, Российская Федерация родная, прими на свои объятия. Понимаешь? Управляй здесь всем, забирай все наши земли, ресурсы, финансы, недород, все достояния, все богатства. Бери, нам ничего не надо. Понимаешь, Антон, вот насколько все просто, когда ты увидел смысл и суть всей этой махинации. Вот я когда это осознала, я тогда думаю, так, ладно, не признаете вы никаких волей и изъявлений, ничего вы не признаете, вас не пробьешь. Хорошо, я возьму вашу форму 1П и в этой форме напишу про свое гражданство, про свою родину, все это пропишу и ткну вас носом во все ваши преступления. И напишу, что не по доброй воле все это было с нами сделано, а по обману и принуждению. И вот сейчас, Антон, они как огня этого боятся. Они уже начали зубы нам скалить. Поначалу они спокойно принимали эти формы, а вот последний раз с такими боями мы отстаивали вот эту возможность написать место рождения СССР и СФСР. Я написала, и там женщина еще одна, с которой мы ходили. Получаем эти копии форм, когда обратно. Я когда на подпись пришла паспорт получать, на подпись, я ничего не подписывала, естественно, но она мне дает на подпись. Я смотрю в форме 1П зачеркнутый СССР, причем зачеркнутый синей пастой, а они свои пометки вносят черной. Я девушке говорю, девушка, а кто это мне тут СССР зачеркнул, и на каком основании? Ой, я не знаю, я не знаю, вы же видите, я черным заполняю. А это синим кто-то. Ну, наверное, кто паспорт заполнял? Вот они начинают вот так юлить. Хотя фамилия стоит ее, Милешкина вот эта, которая принимала документы. А она якобы кивает, это не я, это кто-то другой заполнял. Ну, ты можешь видео посмотреть, я вот сбросила потом, как Мясникова там начальница тоже. А я не знаю, руками развод, не знаю, кто вам заполнял. Я говорю, нормально, у нас начальник не знает, кто здесь заполняет, кто документы принимает. Она в открытый, говорит, я не знаю. Понимаешь, вот через эту форму, получается, мы отказались от всего, а я тут вписываю СССР, да, и они мне зачеркивают, причем с синей пастой, подобрали по цвету похожую, как будто это я зачеркнула. А я возмущаюсь, говорю, и на камеру, причем, с какой стати вы зачеркиваете в моей форме. И потом я уже сначала не сообразила, что надо сделать. Я же там потом красный, я еще переворачиваю эту форму, и красным цветом в 18-м пункте все про них пишу, что я все подписи согласия по обману взятые отзываю, что я запрещаю использовать свои данные, что я запрещаю использовать советские финансы, ресурсы, активы. Ну, можешь прочитать, это все есть в интернете, посмотреть, что я там пишу красным цветом. И потом я еще пришла эту форму посмотреть, копию взять, она мне ее дала кое-как. И я взяла эту красную же ручку, Антон, и прямо сверху написала «СССР», и говорю, ну, в месте рождения, и говорю, посмейте еще что-нибудь нам исправить в наших формах. И отдаю ей, и говорю, давайте копию снимайте, чтобы у меня было доказательство, что моя форма заполнена именно так. Все, она мне сделала копию, она мне ее заверила, отдала. А потом мы еще приходим теперь с другими людьми и заполняем ее точно так же, как заполнила ее я. Вот вчера мы ходили. Они зачеркивают СССР, говорят, нет, у вас в документах нигде СССР не написано, мы вам ни в коем случае СССР не поставим. Я говорю, слушайте, девушки, РСФСР отдельно от СССР не существовало, когда мы родились. Это республика в составе СССР. Вы же тоже родились в СССР, вы все это понимаете и знаете. Как вы можете идти против очевидных фактов? Как? Понимаешь, в открытую идут и преступления. Не поставим в СССР, и все, не было никакого у вас СССР. У вас в документах нет, не написано нигде. Понимаешь? А как же свидетельство о рождении? А свидетельство о рождении только республика. Они признают только то, что рукой вписано. Там есть узор, на самом бланке узор, и написано СССР, да? Написано на бланке, бланковая запись, там есть СССР. Я туда тычу, ой, ну это бланк. У вас же в графе не написано рукой, вот рукой не написано, понимаешь, СССР? Так подожди, по аналогии в паспорте ИРФ не написано от руки, что гражданство ИРФ есть. То же самое. Антон, да, но им это не объяснишь. Смотри, не то чтобы даже, скорее всего, а это точно. У кого-то есть свидетельство, где написано и РСФСР, и СССР. Как я это узнала? Когда я в Рокопьевске получала копию формы 1 на свой советский паспорт, мне там подружка моя, начальница почты, и заведующая ЗАГСом, с которой мы тоже чуть ли не вместе учились, там на УПК ходили, они мне сказали, что сейчас все больше и больше людей приходит к ним с паспортами, в которых в месте рождения написано СССР. Прямо вот СССР. Я говорю, наверное, РСФСР. Нет, СССР. Я прихожу, когда получать форму 1П, начальник миграционной службы мне выдает Самойлова, я ей задаю этот тот же вопрос, а почему ходят люди, у которых СССР написано, а нам вот вы категорически нигде не ставите. Она мне говорит, а потому что есть люди, у которых в свидетельствах и в актовых записях, по-видимому, прям было написано, что они в СССР родились. Вот им и ставят в Аус-Вайсе сейчас и РСФСР, и СССР. Вот так вот, Антон. И этих людей становится все больше и больше. Я вот в Кемерово, когда ездила, в гостиницу устраивалась, там тоже девушки сказали, все больше людей с такими паспортами приходят. Понимаешь? Люди-то вникают и массово, но они почему-то потихоньку ходят. Я вот не вижу, чтобы эти люди как-то афишировали вот эти свои изменения в документах. Но, тем не менее, процесс идет, потому что очень многие об этом говорят. То есть люди возвращают родину, пусть хотя бы в этот Аус-Вайс, пусть в форму вот этого 1П, хотя бы пусть через их документы. Нам самое главное сейчас, чтобы советский народ снова проявился в правовом поле, потому что 30 лет мы отсутствуем в правовом поле. Бегают какие-то сумасшедшие мигранты, непонятно откуда взявшиеся. Понимаешь? Ни родина, ни страна, ни флага у них нет, непонятно откуда они сюда с Марса, с Луны свалились, непонятно, понаехали. И когда ты получаешь вот эту, правильно заполняешь форму 1П, как советский человек ее заполняешь под оккупацией РФ, и тебе выдают Аус-Вайс, да, но в Аус-Вайсе уже написано, что ты не с Луны свалился, а что ты… Родина у тебя есть, РСФСР. Но СССР мы тоже заставим, потому что в этих-то, в заграниках они спокойно пишут, ЮССА, правильно? Да, там-то они пишут, там-то они где-то берут. То есть, когда мы за поребрик выезжаем, да, что называется, мы там граждане СССР спокойно, советский народ. А здесь мы вам не поставим внутри, понимаешь, какая ситуация абсурдная. Причем я их спрашиваю, скажите, пожалуйста, показываю два вот этих паспорта, да, общегражданский и международный вот этот, и говорю, скажите, пожалуйста, а какой из них является первичным? Общегражданский. Я говорю, как замечательно. Общегражданский, который является первичным. Вы мне ни РСФСР, ни СССР… Поначалу-то они даже РСФСР отказывали ставить. Сколько я пробивала, ходила этот вопрос. До полномочия на права вам человека дошла, только после этого согласились ставить. Вы здесь-то не указываете, говорю. А в этом паспорте почему-то ЮССА спокойно, даже я не просила вас, вы мне ставите. Как такое может быть? Во вторичном ставите, а в первичном категорически отказываетесь. Молчат, руками разводят, ничего объяснить не могут. И смотри, если человек в республике родился, там украинская, грузинская и так далее, казахская, им пишут в этом международном. Казахская СССР по-русски и ЮССА. Украинская СССР по-русски и ЮССА. То есть и республику указывают, и государство. А нам РСФСР вообще нигде, как будто и РСФСР никогда не существовало. Понимаешь как? По документам не существовало ни РСФСР, ни СССР. И вы сами от всего отказались. Чего вы можете требовать-то? Вот как получается. Подожди. Вот у меня в свидетельстве о рождении написано, то есть тут я посмотрел внимательно, нигде нет слов СССР. Ну вот даже аббревиатуру нет. У тебя зелененькая? Да, у тебя зелененькая? Да, советская, старая. Нет, внимательно посмотри, там бледным-бледным, зеленым, по-моему, прямо написано СССР большими буквами, где вот этот узор желто-зелененький. Внимательно посмотри. Там обязательно должны быть буквы. Может, оно потертое у тебя? Ну, у меня фотография сейчас перед глазами. Может, это в оригинале увижу. Но тут есть графа, место рождения, город, селение, а потом республика. И написано ТАССР, то есть Татарстан. Да, да. Татарская АССР. Да, да, да. И за гранд-паспорт, когда мне выдавали, там было написано ЮСССР. Да, а республики не было. Нет. Вот почему-то они не указывают республику. РСФСР именно. Кто в РСФСР родился. Другие указывают. А РСФСР нет. Понимаешь? И люди не обращают внимания на это. У нас Родину из-под носа целиком взяли и украли. А мы сидим, ушами хлопаем, не понимаем, что происходит. Так, подожди, ещё раз два момента главных. В форме 1П о чём нужно указать? Республику и страну рождения, да? И второй момент чё? Посмотри, пожалуйста, есть образцы заполненной формы, есть два ролика, где я просто подробно, пошагово, поэтапно, буквально всё разжёвываю по шагам, как это надо сделать и что нужно вписать. Есть ролики и есть образцы. Ясно. Пришлёшь потом, я это всё вставлю. А теперь поясни практическое применение этой формы 1П. Вот ты это сделала? Для чего вы это делаете? Вот ты когда это сделала? Года два назад или когда? Год назад? Нет, я вот только получила паспорт СССР. Я когда первая пробивала эту дорогу, они меня обманули в первый раз. Сказали, что СССР укажут в 2019 году. Они указали. Я вот только получила вот такой. И СССР написали. Я тебе не досказала, что мы вот вчера ходили, да? Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. А то забуду, Антон. Антон, подожди, а то забуду. Они сейчас просто зачёркивают СССР и говорят, мы, если вы СССР не пишете, мы документы ваши и не примем. Но на это тоже есть контрдействие. Я уже придумала, а пока озвучивать не буду. Покажем, потом покажу, как действовать в данном случае, чтобы они всё-таки приняли форму. Всё, говори, что ты хотел ещё? Ты произнесла фразу, что ты получила паспорт РФССР. Это что значит? Это обычный паспорт РФССР, только какие-то с каким-то... Конечно, только место рождения у меня РФССР, Родина указана, хотя бы Республика. То есть... А в заграннике ЮССР. То есть не просто город, а ещё и РФССР дописали, да? РФССР, конечно, да. И люди давно и массово получают, по моим вот этим рекомендациям, они давно получают такие аусвайсы. То есть ты получаешь, что уже по аусвайсу РФ советский человек-хозяин, вне их юрисдикции, Антон, понимаешь? А ещё, когда ты понимаешь, как работает система, всё, они к тебе подступиться не могут. Ты вне их правового поля. Расскажи про... Подожди, подожди. Это всё ясно. Расскажи практически пример, что тебя не смогли осудить по данной форме 1П. Ну, меня когда привезли в суд... А, кстати, да. Вот смотри, судья, ты не видел это определение? Я же публиковала, и ролик про это есть, и определение опубликовано, которое судья вынес. Не видел ты, не смотрел его? Ты расскажи с самого начала. Тебя задержали, хотя, ну, форму 1П, вот как они до формы 1П добрались? Расскажи. Как? Они очень долго до неё добирались. Меня же два раза задерживали. За что? За маску. И два протокола составляли. Не первый раз не смогли ничего сделать, не второй. Почему? Первый раз, я объясняю, смотри, у меня правильным образом была, хотя они мне РСФСР не поставили, но 1П у меня была правильно заполнена, как советского человека. Первый раз они предоставили эту форму пустую, то есть они собрали все мои формы, какие там были, старые, они уже не действующие, естественно, а последняя форма была действующая, они приложили к ней фотографию, к пустой, без текста. Это тоже на видео есть. Я арестаю эти формы, говорю, а что это такое, вы почему прикладываете пустую форму, на каком основании-то? Здесь текста нет. Я не знаю, нам такое предоставили, руками разводят, росгвардеец. Я говорю, ну, это же подлог документов, это вы по подложной форме пытаетесь сейчас протоколами составить, что ли? Ох, они долго там бегали, 5 часов мурыжили. Я там в протоколе еще написала то, что я обычно пишу, что я человек, обладающий всеми правами свободами в полной мере, что я не физлицо. В общем, тоже текст об этом есть и ролик об этом есть, не буду углубляться. Они даже протокол не решили в суд отправить. А второй раз они долго пыхтели. Там прибежал ППСник, прибежал его начальник, там они со мной тоже часов 7, наверное, пыхтели, составляли эти документы, пытались эту форму получить. Они ее получили, но они ее приложили в размере, ну, я не знаю, сантиметров 5 на 6, наверное, вот такая крошечная, скан этой формы, понимаешь? Она и так маленькая. Они еще приложили маленький скан, который прочитать нельзя. Типа марочки, да? Размер какой? Ну, я тебе, по-моему, нет, на видео этого нет, ну, примерно покажу, ну, 5 на 6 сантиметров. Понимаешь? Вот такая крошечная. Я говорю, вы издеваетесь, что ли? Вы что творите вообще? Ну, там много всего было, они два протокола. На одном протоколе я написала красным цветом, что я обычно пишу. Они его убрали, новый написали, мне даже не дали. А вы отказались от ознакомления. При понятых, я говорю, что вы врете, дайте мне протокол на ознакомление, чтобы я там написала все, что я хочу. Нет, не дадим. Я тогда письменное требование предоставить срочно мне на ознакомление документы и протокол. Не хотела брать, только под видеозапись взяла. В общем, там такие тоже были сложности. Но самое главное в том, что судья попался очень грамотный, вменяемый, я за что ему благодарна. Он в определении, он очень долго сидел, изучал все материалы, которые они предоставили. Мы там часа, час или полтора сидели, ждали. Он все это изучал. И он прекрасное определение вынес. Народ там порадовался, говорит, просто вот руководство к действию, от судей, то есть можно это все применять. Он прописал в этом протоколе все их косяки в определении, какие они там наделали, эти полицейские. И самое главное, что он написал, Антон, вот на чем я делаю упор, что в протоколе об административном правонарушении номер такой-то не конкретизировано место рождения ЮНЕА, отражен лишь субъект Российской Федерации. Понимаешь? То есть получается, что место рождения не определено, и юрисдикцию установить невозможно. То есть он понял мой правильный посыл, на что я напираю, и как бы помог мне, вот это внес прямо в определение. Ну вот поэтому очень важно, когда в суде так называемом спрашивают место рождения, если не называете город, допустим, Казань у меня, то обязательно нужно называть в какой стране? Та СССР, СССР? Та СССР в составе РСФСР еще не забывайте. Так, смотри, Антон, и еще что он написал. К административному протоколу приложены ксерокопии документов, которые не заверены надлежащим образом. То есть это форма 1П, она не была, естественно, заверена, они боятся ее заверять. В то время как так-то это так. И кроме того, к протоколу об административном правонарушении в качестве доказательства приложена копия документа вот этой формы, которая нечитаема. Все. И он выбросил эти документы этим обратно полицаем. Он что, подожди, в определении он что написал? Прекратить административную, ввиду отсутствия состава или отправить на доработку? Все материалы вернуть. Протокол административного правонарушения в отношении. Возвратить должностному лицу, составившим протокол, для устранения недостатков. А недостатки устранить невозможно. Они неодолимы, эти недостатки. Понимаешь? Все. Круг замкнулся. Сделать они ничего не могут. Ясно. Так, у тебя вот это все определение, фотопротокол, все есть, да? Да, конечно. И форма 1П у тебя есть фото. Пришлешь мне? Да все опубликовано. Все пришлю. Я все опубликовала уже давным-давно. Видео есть об этом. Ну, вот я хочу собрать в одном месте, в одном видео все это показать. И ссылки указать на все твои YouTube-каналы. Блок у тебя в ВК есть, да? Да, да. Так, ну, отлично. Акцепт на афертные отношения. Вы у себя там в Новосибирске не пробовали раскрутить эту тему по полной? То есть, если вам, допустим, приходишь, говорят, вам нужно там показать QR-код и паспорт, тогда мы вас обслужим. То есть, предлагаете аферту, основанную, опять же, на той же аферте распоряжение какого-то губернатора, не подписанная, без печати, не прошитая, ну, вообще без всяких признаков документа. То есть, просто аферта на словах, получается, распечатана на какой-то бумажке, типа туалетной. И получается, это аферта. Вы не пробовали выставлять встречную аферту на иных условиях? То есть, да, я готов, только чемодан триллионный, бибариков мне это дайте, пожалуйста, прямо сейчас, тогда соглашусь. Нет? Ну, тогда нет, всё. Не пробовали? Ну, или что-нибудь подобное, или джип не подгоните сюда. Я с ними проще общаюсь, мы же вот два раза уже в кафе ходили, и Росгвардии опять на нас вызывали, но у нас ребята адекватные, надо сказать, мы с большим трудом добились от них адекватности. И росгвардейцы нормальные, и полицейские с нами общаются нормально. Я как с ними общаюсь, приходим в кафе, да, он, предъявите там что-то, я говорю, извините меня, вы вообще кто? Вот это, я всегда с ними начинаю с этого, вы кто? Документы ваши и полномочия, будьте любезны. Нет, всё, отойдите в сторону, я прохожу. Всё вот так. Документов нет, подтверждающих права и полномочия? Вы не можете предъявить даже документы, должным образом оформленные, кто вы такой, то есть подходит ко мне дядька с улицы, понимаешь, или тётенька, и говорит, слушай, сообщи ко мне свою медицинскую тайну. И персональные данные разгласи сам, пожалуйста. Да, персональные данные, да, и дай мне их сюда, и я отправлю там куда-то, неизвестно куда они уйдут, вообще, что у людей в головах, вот что у людей в головах, которые это с лёгкостью, всё совершенно незнакомому человеку с каким-то вот этим телефончиком, да, с бейджиком, который вам ни документа, ничего не предъявил. Можете, кстати, видео посмотреть, когда я просто кинулась к девушке, которая паспорт достала и показывает. Я говорю, девушка, я хотела просто её спасти. Девушка, говорю, вы же даже полицейские можете не предъявлять этот паспорт, вы не обязаны. А тут вы совершенно незнакомому человеку, непонятно это кто, непонятно куда он все эти данные отправляет. А мне он понравился, понимаешь? Кто, мужчина? Люди такие. Ну, дохранник, да. Так она может замуж хоть. Я ему и код, я ему паспорт, да, я ему всё, я всё готова. Понимаешь, вот до чего люди дошли. Так она ему, может, не паспорт показывала сам, а страничку, где отметка о замужестве стоит. А, что она не за. Холостая. И телефончик карандашом нарисован. Вот. И руссквардейцы, которые, полицейские, которые на нас вызывают, они понимают, что мы правы. И они объясняют этому охраннику, отстань там от людей. А знаешь, куда все эти данные идут? Вот мы тоже недавно, мы когда позавчера ходили в кафешку, то же самое было. Я просто вспомнил буквально где-то 4 дня назад, где-то в одном из чатов Сургута читал, что участились, очень мощно идёт волна сейчас всяких этих, в общем, что происходит. Народ ни с того ни с сего получает смс-ку, что с их счетов списаны все деньги, в минус вообще уходит счёт. И народ начинает выяснять, что такое, что произошло. Обращается в банк к приставам и туда-сюда, иногда в смс-ке пишут, что исполнительный производительный номер такой-то, сразу исполнительный лист пришёл в банк, и они просто списали. Выясняется, что на паспортные данные в другом городе вообще оформлены микрозаймы, невыплаченные, там проценты набежали и до сих пор бегут. И, короче, там суммы баснословные, и, короче, по 5-6 вот таких микрозаймов, короче, на людей вешают. И они не понимают, откуда, как, вроде нигде ничего не показывал, понимаешь? А вот эти псевдоохранники стоят, да, без бейджиков, без этих удостоверений охранников, стоят с личными телефонами, подносят телефон, а кто-то догадывается этот QR-код сами себе в паспорт это наклеить. Вот там же есть графа выше подписи справа, личный код. Вот некоторые берут туда прям QR-код для удобства, наклеивают и показывают паспорт. А этот якобы охранник подводит телефон со сканером QR-кода, да, а у него в этот момент может работать скрытая видеозапись или там скрытая фотосъёмка. И он просто фотографирует весь паспорт целиком, а потом эти данные уплывают хрен знает куда, а потом всплывают микрозаймы. Прикольная, да, схема по всей стране? Ну а если люди готовы, чтобы их разводили, пока же будут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки. Да, а есть ещё один метод, это мимо охранников, т.е. над входом, где это всё происходит, сбоку, справа, сверху ставится камера высокого разрешения и то же самое, срисовывай себе сколько хочешь. Да, ну тут и оно, видишь, как люди, готовы всем всё отдать, не задумываясь вообще, что бы ни потребовали, всё готовы отдать, вот так вот. А помнишь фильм? Два до людей. Да, да, помнишь фильм был, я забыл, как называется, двухсерийный советский, там вот женщина, мошенница подливала клофелин, что ли, этим мужчинам и грабила их потом, её очень долго ловили. Нет, не помню. Да тут этих мошенничеств, Господи, на каждом шагу и люди, сколько обманывали людей, да, сколько, на каждом шагу, считай, обманывают, и они всё равно продолжают системе доверять. Вот, вспомнил, смотри, смотри, криминальный талант называется. Так вот, когда её вычислили, что она подливает клофелин там и грабит, так её это, она сменила тут же род деятельности и пошла, короче, на почту и просто подсматривала эти персональные данные на почте. Стоит человек, заполняет, она подсказывает, где как правильно заполнить, а в этот момент она просто на память запоминала, кто кому пишет, в каких ростных отношениях состоит, какой адрес, как звать, какие там болезни и то, и всё это срисовывала, запоминала, а потом от их имени писала, что типа «Ой, Валя, привет, Оля заболела, срочно вышли там пять тысяч». Понимаешь? Один в один, вот криминальный талант называется. Вот сейчас это в масштабе всей страны происходит. Десятилетиями. Десятилетиями людей разводят, и они до сих пор готовы к тому, чтобы их разводили. Доверять, доверять, доверять. Понимая, что система мошенническая, что система грабительская, что она совершенно несправедливая, что она лживая, зомбоящику этому верят. Кстати, сегодня хотела со мной связаться с журналистка с «Раши Тудей». Они готовят фильм к 30-летию, как она написала мне, «30 лет без СССР», что-то вот такое. Проект они готовят. Написала мне ВКонтакте, можно ли со мной на эту тему побеседовать, я якобы даже готова приехать сюда, в командировку съёмочная группа. Ну вот я что-то сомневаюсь насчёт «Раши Тудей». А я тебе расскажу, к нам 3 года назад НТВ приезжала, сказали, мы хотим осветить вашу ситуацию, мы им там полтора часа всё рассказывали, всё как есть, а они выпустили сюжет на 3 минуты, что мы якобы какие-то сектанты. Вот тебе ответ. Ну, видишь, что-то они именно по вашей ситуации приезжали, а здесь она хочет, как они хотят сделать, я так поняла, фильм или сюжет большой именно по поводу СССР. Вот 30 лет без СССР, ну как бы что происходит, что происходило, ну не знаю, она со мной ещё не связывалась, не знаю. Тоже в сомнениях вообще, общаться с ними, не общаться, ну не знаю, как там. Ну вот, по крайней мере, есть у них желание такой проект, не знаю, что из него получится выпустить. А смотри, прорывается же, периодически прорывается информация про СССР, а не то один сюжет, то другой сюжет про СССР. И Володин же в Думе сказал, готовьтесь, в декабре будете отвечать до развала СССР. Слышал, да? Нет, не слышал. Ну вот прямо на заседании сказал, готовьтесь, обращаясь к коммунисту, по-моему, к какому-то, коммунистов имел в виду, я так поняла, готовьтесь, будете отвечать. То есть, они сейчас ищут виноватого, понятно, что отвечать придётся, пришло время отвечать, и неизбежно мы будем возвращаться в правовое поле советское, но вопрос к том, Антон, в какое именно, потому что задача этой мафии – просто поменять вывеску. Почему они упираются сейчас на Конституцию 77-го года? Все, вот обрати внимание, ну или почти все вот эти проекты по восстановлению СССР, у них у всех вот этот пунктик Конституции 77-го без изменений, потому что Конституция 77-го – это точно такой же устав торговой фирмы, как и РФИ. То есть, задача этой мафии сейчас поменять вывеску и оставить всё, как было, чтобы никто ответственности не понёс, понимаешь? Чтобы они остались на своих местах, только поменяли паспорта сейчас новые на СССР, и всё, и давайте жить по-старому. Вот что они хотят. Вот этого ни в коем случае нельзя им позволить сделать сейчас. Так, ну ясно. Давай тогда завершаем. Я думаю, тебе что, время закончилось? Да, давай. Всё, давай, благодарствую. Ну давай, Антон, счастливо. Победа с нами. Победа наша. Можно сказать, всё, победа наша. Только нужно сейчас… То есть, мы победили. Нужно донести до людей, что победа вот она, уже подключайтесь к реализации вот этой победы. То есть, всё понятно. Всё. Вот обман основной, он уже всё, он разоблачён, он весь виден. И понятно, что делать. Понятно, куда возвращаться и как возвращаться. Теперь донести до масс надо всё это, чтобы массы поняли, осознали и вернулись в своё законное, державное, суверенное правовое поле по Конституции 36-го и по итогам референдума 17 марта 1991 года, где мы провозгласили обновлённый союз Советских Социалистических Республик, в котором права и свободы человека будут гарантированы в полной мере впервые в истории человечества. Такой статус огласили. Почему они и внесли статью такую в проект Конституции, да, впервые тоже внесли статью о том, что народ может свою власть непосредственно, то есть, без посредников каких бы то ни было осуществлять, правильно? И народ является носителем суверенитета. А суверенитет и независимость – это вот корона на голове. Каждый из нас с короной. Именно потому, что мы на референдуме вот это всё заявили. Ну, кто бы народу объяснил смысл вот этого референдума и того, что мы сделали тогда? А сейчас вместо короны хотят навязать QR-код. Вот. И корона визу тоже неспроста, тоже намёк. Хотите корону – вот вам корона всем, да, рабам. Вот она корона, понимаешь? У них всё со смыслом. Благодарствую. Ну, всё. Счастливо. Давай. Ну, всё. Ну, всё. Ну, всё. Субтитры подогнал «Симон»